Всем привет! Меня зовут Алекс. А я, Юля, и недавно в нашей семье прибыла. Но мы не представляем свою жизнь без путешествий. Поэтому... Четыре года назад мы уже были в этой удивительной и дружелюбной стране. И тогда влюбились в эти места по уши. Сомнений, что вернемся, не было никаких. И вот спустя 16 часов в небе мы на Филиппинах, на острове Себу, куда в 16 веке высадился Магеллан и открыл всему миру затерянный рай филиппинских островов. Многие называют Себу-сити помойкой и стараются обойти стороной этот город. Мы же считаем, что Себу стоит увидеть, чтобы вдохнуть филиппинский колорит полной грудью. В этом выпуске вы увидите разный Себу. Красивый и доброжелательный. Активный и экстремальный. Такой шумный. А местами просто шокирующий. На протяжении долгого времени город Себу являлся главным городом Филиппин до основания Манил. Сейчас же это четвертый по величине город, который является главным портом, связывающим множество островов. А островов на Филиппинах и правда множество. Более 7 тысяч, но обитаемых из них всего лишь тысячи две. В этом путешествии мы посетим пять островов. Остров Лусон, Бахоль, Себу, Палаван и Мактан. А теперь немного отмотаем назад и расскажем, как мы сюда добрались. Перелет Москва-Манила обошелся нам в 86 тысяч на двоих. Летели авиакомпании Аман-Эйр с удобной трехчасовой стыковкой в Маскате. Говорят, что в аэропорту Манил очень хороший курс обменника. Мы все равно до последнего в это не верим. Поэтому пока что меняем здесь 100 баксов. За 1 бакс тут дает 53,6 филиппинских песо. Посмотрим, выиграем мы или поиграем в итоге. Но вот тут курс такой. Если что, обменник прямо на выходе, его легко очень найти. И тут же можно в два раза дороже купить сим-карту. О тарифах чуть позже. Мы только что из первого терминала добрались в третий, откуда у нас в 5 утра будет следующий перелет. Можно было на самом деле доехать на автобусе между терминалами. Но мы что-то решили шикануть, поехали на такси. На самом деле мы хотели изначально съесть в город, но теперь понимаем, что все уже закрыто. Да и в третьем терминале очень большое разнообразие разных заведений. Тут есть и МакДак и так далее. Так что можно провести время, покушать, погулять, ну и там отдохнуть как-то. Милая, ну что, как тебе еда в аэропорту Манилы? Ммм, я уже 5 месяц типа на диете, поэтому нашла себе кисадилию. Это такой меньший изолт. Кисадилия, ну, вообще нормальная. Остренькая, с соусом. Правда, не знаю, что это соус. Ну, для еды в аэропорту очень даже. И, конечно же, вкусный кофеек из мака. Это вот прямо наше все после такого длительного прилета. И самое интересное, от этой вот кисадилии, она стоит всего 210 песо. Да, вообще. Ну, 1,4 умножаете, получите сколько это в рублях. То есть для аэропорта цены прям очень дешевые. Жить можно еще и, если вдруг вам не хватит углеводиков, то вот такая порция риса сверху, и вообще все хорошо. Поэтому я люблю Филиппины за это. За простую, дешевую, такую достаточно калорийную еду. Если вдруг у вас очень много времени в филиппинском аэропорту, и вы любите массаж, то вот, пожалуйста, здесь прямо можно получить разные виды услуг по массажу. И время скоротать, да, и приятности получить. Вот так вот прямо все это происходит. По цене, кстати, вообще все, ну, очень адекватно. Вот, видите. Вообще, филиппинцы стараются за собой ухаживать. У них куда ни глянь, одни салоны красоты. О внутренних перелетах между островами мы тоже позаботились заранее. И прикупили все билеты, еще находясь в Москве. Например, цена билета из Манилы в Себу на двоих с одним багажом обошла всего в 6 тысяч рублей. Почему именно самолеты, спросите вы? Да потому что они имеют хоть какое-то расписание. А вот свой последний визит на Филиппины у нас было много проблем с паромами. Разница между самолетами и паромами небольшая, и если вы хотите сохранить свои нервы в целости, то лучше выбирайте перелеты. Ну что, у нас сейчас остался последний марш в Бросочек. Нам предстоит часовой перелет в город Себу. Стоим в очереди на посадку в нашу летающую маршрутку. И очень скоро ждите наш репортаж с острова Себу. Ну а мы вернемся к рассказу о Себу. На острове Мактан и расположился международный аэропорт с одноименным названием, принимающий самолеты многих авиакомпаний. Находится он в 15 километрах от Себу-Сити. Острова связаны между собой двумя мостами, и проблем с транспортом нет. Кстати, по поводу филиппинского такси. Здесь существует два цвета машин. Это желтая, вот они стоят, да, и белая такси. Так вот, в чем разница? Белая такси просто более экономичная по цене. Так что, да, при вызове, при выборе машины просто знайте эту информацию. А еще можно пользоваться GrabTaxi, которая, в принципе, тоже достаточно бюджетно будет получаться. Поездка с аэропорта Мактан до Себу-Сити, куда мы сейчас направляемся. Вышло нам 450 песо. Мы заказали такси через приложение Grab. Я советую вам его установить, потому что в Азии это приложение очень популярно, чтобы не иметь никаких проблем с транспортом, да, если что вдруг. Вот, ехать порядка 15-20 километров. Все довольно-таки близко. Первое впечатление – хорошие дороги. Все очень чисто, но посмотрим, что же будет дальше. Ну что, мы добрались до нашего жилища в городе Себу, и давайте я вам покажу, в каких же условиях мы будем жить здесь целых два дня. Смотрите. За 3,5 тысячи филиппинских песо или за 5 тысяч рублей мы получаем вот такой маленький, но очень уютный номер. По мне, я просто очень люблю такой стиль, тут ничего лишнего. Все покрашено, кроватка, тумбочка, холодильник – все очень даже хорошо. А еще бонусом – приятный вид на город и на горы. Поэтому вообще, мне кажется, идеальное решение цена-качество. Хорошим дополнением к нашим апартаментам является вот такой неплохой видовой бассейн с зоной отдыха. Сегодня вечером придем сюда отдыхать. На самом деле приятненько, чем-то напоминает такие немножко повидавшие Арабские Эмираты. Ну а теперь пора идти знакомиться с городом. Себу-сити, конечно, не такой колоритный, как, например, Манила, которую мы вам еще покажем. Но пощекотать нервишки тут есть где. В стране более чем со 100 миллионным населением многие люди живут за гранью бедности. Что тут такого, скажете вы? Лежит человек, загорает. У нас у самих в стране бомжей хватает. Но что, если я скажу вам, что здесь для людей домом является кладбище? Да-да, самое настоящее. В самом центре города Себу есть место, где минимум два жителя каждого дома – это умершие. Здесь, на территории больше четырех с половиной гектаров, мирно соседствует 15 тысяч умерших и более 200 семей в добром здравии. Мы на кладбище Карета. Я не знаю, что нас тянет в такие места, да, но мы стараемся посещать их в каждой стране. Вот сейчас, гуляя, да, здесь мы сыграли в баскетбол, пообщались с людьми, угостили их конфетами. Все очень милые, доброжелательные, улыбаются, живут своей жизнью. И когда попадаешь в такие места, каждый раз у тебя происходит какая-то переоценка ценностей. Вот всегда, реально, вот люди живут в таких условиях, и, несмотря на все, они как бы испытывают все чувства, которых даже не испытывают многие из нас, имея гораздо больше. Это очень, очень трогательно на самом деле, да, и я даже, мне кажется, сейчас заплачу, но как живут эти люди, это, конечно, просто. Вообще, конечно, если бы не наличие вот таких решеток, надгробных плит и крестов, я бы никогда не поняла, что мы на кладбище. Ведь здесь царит обычная жизнь, люди сидят в кафешках, кто-то отдыхает, кто-то читает. Тут есть магазины, тут есть кафе, тут даже есть караоке, но при этом мы на кладбище. Казавшись за чертой бедности, многие люди приходят жить сюда. Ведь для того, чтобы жить в склепе или на могиле, не нужно платить аренду. Достаточно просто ее убирать, либо делать какую-то другую работу. Женщины здесь занимаются работой полегче. Например, соскабливают по утрам воск, переработанный с могил, его варят и заново делают свечи. Мужчины же делают работу посложнее. Делают гравировку, копают ямы под могилу, также опускают туда тела. Работа, конечно, такая себе, но у людей здесь просто нет выбора. Они живут обычной жизнью в таких условиях. Поскольку места здесь всем не хватает, процесс перезахоронения на Филиппинах цикличен. Каждые пять лет происходит изгумация останков и перезахоронение их на более маленькую площадь. Чем ты беднее, тем твоя площадь меньше. Даже после смерти у людей здесь происходит колоссальное разделение. Как это все возникло? Ну, изначально богатые китайцы наняли на филиппинские семьи, чтобы те ухаживали за их могилами. Тем самым, как бы, жили на них, убирались, ну и все остальное. Эти филиппинские семьи, естественно. Кто-то завел детей, кто-то женился. И все это пошло-поехало разрастаться. И разрослось вот в такой, да, город, где в городе мертвых живут обычные люди, обычные семьи и делают свои какие-то обыденные дела. То есть просто-просто живут. Церковь не раз поднимала вопрос о том, чтобы очистить кладбище от живых людей. Но в городе общественность против этого. Они считают, что мертвым они уже ничем не могут помочь. Ну а живым хотя бы есть где жить. И, наверное, пока мнение общественности существует и настолько сильно, ситуация будет такой. В данный момент кладбище Карета очень сильно разрослось. И стало настоящей раной города. Но это его история. Это филиппинцы, это люди, это местные жители. И это место просто невозможно обойти стороной. Мы так много и давно путешествуем. И только недавно узнали, что у Яндекса появился отличный сервис по подбору туров и жилья. Я сегодня забронировала отель для родителей в Турцию на сентябрь и осталась очень довольна. Яндекс.Путешествия – это максимально удобная поисковая система. Возможность сравнить условия и цены. А также более трех миллионов различного выбора жилья. При бронировании по нашему промокоду вы получаете скидку 11% при первом заказе и 10% при каждом последующем бронировании. А также до 10% баллами вернется в ваш личный кабинет Плюса. А если покупать путешествия до 10 сентября и оплачивать их картой МИР, 20% возвращается деньгами вам на карту. Я уже подумаю, куда же мне полететь в следующий раз отдыхать. А вы подумали об этом? А мы приехали на один из самых крупнейших и старейших рынков Филиппин. Он называется рынок Карбон. Здесь в принципе есть абсолютно все. Рынок занимает несколько кварталов и раньше до появления молов все люди затаривались здесь. Рынок Карбон славится недорогими ценами. Ну а если вы еще и торговаться умеете, то у вас точно есть все шансы заключить самую выгодную сделку. А тут видите, я так понимаю, готовят еду. В принципе все выглядит достаточно ухоженно, аккуратно. Все достаточно аппетитно. Вкусно пахнет, красиво все разложено. Ну то есть филиппинцы тут стараются, стараются продать свой товар, чтобы он выглядел максимально красиво. Изучив пару торговых улиц, мы купили себе перекус из местных фруктов. И конечно успели пообщаться с местными. Где как не тут увидишь таких настоящих и открытых филиппинцев. Это все от нас. Просто возьмите фотографии. На Филиппинах вы точно встретите очень необычный и колоритный транспорт, который называется джипни. Изначально это были американские поддержанные военные джипы, которые доставлялись сюда с американских баз. Автомобили удлиняли, тюнинговали и разукрашивали в разные цвета, делая из них общественный транспорт, который постепенно стал частью филиппинской культуры. С красивым джипни нам не повезло, поэтому мы едем на таком не-то джипни, я бы сказала так. Вот, лег в пельне сел, я тут. Ну, это забавно, да. Ну, хотелось бы прямо такого красавчика железного. Ну, а это, ну, такое себе, короче. На Филиппинах настоящий культ петухов. И путешествие здесь, вы в этом убедитесь. Ведь этих кукарекающих животных вы встретите на рынках, в автобусах и даже в самолетах за место ручной клади. Всему виной кровавая бойня, которая называется собой или петушиные бои. Мы вам покажем сейчас и расскажем подробно про то, как это все проходит. Во многих странах это запрещено, но на Филиппинах это официально разрешено и по выходным активно проводится. Все местные приезжают на байках, вы можете видеть, какое здесь огромное количество. Ставят деньги, заряжают просто последние бабки и болеют так, как наши русские мужики на футболе. Погнали смотреть. Бои привезли сюда еще испанские колонизаторы в 16 веке. Местные с нетерпением ждут выходных, чтобы выставить своих бойцов на ринг и срубить на этом денег. Бойцовских петухов здесь выводят специально. Это селекция и традиция. Хороший петух может сделать хозяина богатым. Ставки на боях высоки. И, конечно, все надеются на удачу и победу. А еще, это прибыльный бизнес. Хорошие бойцы стоят очень дорого. На лапы петухам привязывают кинжалы. Ими они и наносят увечья друг другу. Бой останавливается, когда один петух перестает подавать признаки жизни. Есть два вида тактики. Одни петухи нападают с воздуха. Другие держатся ближе к земле. Птицы выращиваются для боев в специальных условиях примерно 6-9 месяцев. И тут у каждого свои методы и секреты. Хочу рассказать про то, как вообще готовят петухов. Существуют разные тактики и техники подготовки. Кто-то делает из петухов кровожадных убийц. Кто-то старается делать шустрыми и верткими. Кто-то делает выносливых петухов. Кто-то даже накачивает топпингом. Здесь это не запрещено. Но итог таков, что у заводчика, скажем так, есть несколько петухов. Он внутри своей вот этой вот петушиной семьи проводит соревнования. И самые лучшие петухи, которые себя хорошо проявили, они попадают вот на такие вот соревнования, куда уже, скажем так, самые, наверное, топовые и лучшие петухи попадают. А еще я знаю, что им отрезают гребешки, чтобы, короче, они не травмировали их друг к другу, потому что очень быстро, легко и течь кровью им наиграть. Да, это правильно. Очень много петухов с отрезанными гребешками. Сам бой достаточно громкий, быстрый и жестокий. Сначала петухов стравливают, затем показывают зрителям и принимают ставки. Как судья понимает, кто на кого поставил, лично для меня остается загадкой. А сейчас началось что-то невероятное. Мы вот с Ютка сидим и вообще не понимаем, что творится, каким образом они ставят ставки. Все начинают просто беспорядочно шуметь, орать вот так вот и что-то показывать эмоционально очень. Руками, глазами, я не знаю, что это происходит. Это сложно понять. Наверное, нужно быть филиппинцем, чтобы быть в теме. Кстати, вон там, сзади меня, такой белый стенд. Там написаны имена петухов, бойцов, которые сегодня выступают. Так вот, по воскресеньям их выступает больше ста. Представляете, это просто такое рубилово жесткое. Сто петухов. За один раз минус 50, короче, понимаете, остается. Но это вообще... В общем, вот здесь вот бойцов готовят бою. Вот, ребята, смотрите, затачивают, завязывают кинжальчик на ноге. Крепко-крепко. Бойцы просто, бойцы не минимума фронта. Смотрите, вот они какие красавцы просто. Скоро выйдут на бой, на бой. Вот этот красавец просто. Барнет. Крошеный барнет. 1,5. Это очень шарф. Очень шарф. 1,5. Это очень шарф? Нет? Смотрите, смотрите, какой красивый просто кинжал. Прямо что-то даже написано. Питмастер. Да? Питмастер. Зачастую хозяин победившего петуха забирает себе в качестве трофея проигравшего. А хозяину проигравшего достается лишь лезвие с лапой. Вот такая она, короткая и жестокая жизнь пернатого бойца. Мы зашли, скажем так, за кулисы всего этого действия. Но здесь прям мясо. Я не хочу показывать особо. Но вот здесь вот круг петуха лежит. К сожалению, он пал, наверное, смертью храбро. Вот паренек сзади, это лекарь местный. Он штопает петухов. Мы один раз уже были на подобном мероприятии и видели, как их зашивают после боя. Вот здесь местные умельцы латают. Подбитых бойцов, которые были ранены очень умело. Обрабатывают там раны, зашивают. И многие после этого еще долго живут и, в принципе, могут соревноваться. Но вообще зрелище, честно скажу, не для слабонервных. Хотя местные прям очень-очень любят это. На острове Себу есть одна достопримечательность, ради которой сюда стремятся попасть туристы и путешественники со всего мира. Ну что, всем доброе утро. У нас на часах 4.00. И мы отправляемся в одно очень интересное местечко. Но я пока не буду раскрывать все карты, иначе дальше будет неинтересно. Но смотрите, оставайтесь с нами. Будет бомба. Для того, чтобы добраться до цели, мы арендовали себе машину. Время в пути 3.5 часа. На часах 6.30, а мы уже как 2 часа в пути. За окном филиппинские деревушки, кукарекают петухи. А мы приближаемся к местечку, где можно со стопроцентной гарантией поплавать с китовыми акулами. Я думаю, это будет нереально круто. Ждите. Когда вы подъедете в деревню Тонован, вас первое, что встретит, это куча людей. Там разные завалы, которые вам предложат запарковать тачку за 50 песо. Вы паркуете машинку, и затем нужно будет спуститься к пристани. Там, соответственно, вы берете себе лодочку, на которой вы отправитесь как раз плавать с акулами. Мы сейчас с Юлькой спринарядились. Вот такие вот у Юльки костюмчик новый. Соответственно, сейчас погоним. Прям в предвкушении. Тема очень классная. Мне кажется, это прям эмоция на всю жизнь. У жены нет шузов. Я имею в виду кораллы. У меня вот уже, наверное, третий сезон в них гоняю. Вообще неубиваемые. Еще в старом добром докатлоне покупал. Вот сейчас жене купим и пойдем на пристань искать лодочку. Так все здесь есть. Все необходимые маски, платьки, кораллы. Все вам подскажут, все продадут. Цены нормальные, в принципе. Кораллы стоят всего 300 песен. Вчера все бы мы видели. Ну, там, подешевле немного, но цена вопроса уж не такая большая. Мы на причале, откуда отправляются как раз такие экскурсионные лодки. Народа вообще тьма, тьмущая. Мы только что купили мне кораллы. Тут, в принципе, можно купить все, что вы забыли. Если что, я напоминаю. Тур стоит 500 филиппинских песен с человека. А также есть снорклинг, есть дайвинг. Но мы выбрали снорклинг, потому что это наша тема. Ой, кстати, смотрите, вот там, видите, уже куча-куча-куча лодок. И место, я думаю, это место очень туристическое, очень популярное. Мы сейчас покупаем билетики и ждем свою очередь, чтобы уже наконец-таки дотронуться. Я надеюсь. Желающих дотронуться до акул тут и правда очень много. Все в порядке очереди, ждут, пока их посадят в одну из лодок. Нужно сказать пару слов о филиппинских лодках, которые называются банками. Схема строительства простая. Деревянный каркас, обитый фанерой и балансиры из бамбука. На банках рыбачат, возят пассажиров между островами. Или катают туристов по экскурсии. На Филиппинах, как вы уже, наверное, поняли, очень причудливый транспорт. Система регистрации на экскурсию, в общем-то, такая. Сначала ты подходишь, записываешься, пишешь тут свои данные. Потом вот здесь, где сейчас Леша стоит, покупаешь, оплачиваешь билеты. И уже направляешься вот в эту очередь, чтобы ждать свободную лодку. Потом уже плывешь, да, видите, где-то люди, плывешь туда. И там уже начинается как раз-таки купание, прескание с этими милыми гигантами. Пока ждем своей очереди, расскажу немножко про акул. Размер средний, да, одной особи 12 метров. Но иногда, конечно же, они бывают больше и достигают 15 и даже 20 метров. Но самый прикол, что даже у самой большой рыбы размер зубов, ну, очень маленький. Там один зуб буквально 6 миллиметров. Но количество их достигает 15 тысяч. Вот такие вот большие-большие гиганты с такими маленькими-маленькими зубами. Неудивительно, что питаются они лонгтоном. И для человека, в принципе, ну, опасности не представляют. Максимум можно получить по голове плавником. В очереди, мне кажется, уже где-то полчаса. Вот, смотрите. И все еще она как-то не очень двигается. Там куча номеров вообще. Мне кажется, это самое популярное место вообще в Севу. Кстати, самый прикол в том, что раньше эта деревня была вообще ничем не примечательна. И люди, в принципе, о ее существовании, ну, вообще не знали. Потом сюда приплыла одна акула. Потом вторая. Чуть-то там рыбаки ее подкормили. Она начала приплывать. И потом кто-то умный один такой говорит, блин, ну, это же можно делать бабки. Это же можно показывать туристам. И сейчас, вот, посмотрите, да. Просто сотни людей готовы платить деньги, стоять в очереди, чтобы поплавать с акулами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Мы только что поплавали с огромными акулами. Это было что-то. Это, по-моему, не то, что у тебя маленькие акулки на Мальдивах. Это здоровенные акулы, 12-метровые. Просто там один плавник, просто как я вся. Это вообще круть! Я поначалу боялся, что эта акула ударит по мне хвостом. Ты ей в конце боялся? Меня она затела. Сначала я по плавникам затронулась, потом она меня так по ноге хвостом со своими чпонниками. Вообще классно. У них такие маленькие глазки. Я подула, потому что прям близко посмотрела. Но снимать очень сложно, потому что постоянно то маска, что какие-то проблемы с ней протекают, то с телефоном что-то глючит. Ну, в общем, эмоции полные штаны вообще. Да, плюс сегодня волна очень сильная. Это тоже мешало. Мы потом посмотрим, что мы там наснимали. Надеемся, удастся с вами поделиться. Больше что-то, да. Кстати, смотрите, как происходит процесс. Специально обученный человек с мелкой рыбкой или, там, не знаю, с кальмарами, креветками подкармливает этих здоровяков. Да, он подкидывает им, они кушают. И тем самым они постоянно плывут за ним, за лодкой. А он, в свою очередь, ведет рыбу вдоль вот этой вот вереницы на туристических лодочках. И ты можешь в течение получаса с ними плавать, снимать. Вообще круто, на самом деле. За 500 песо, прям эмоции не передавая. Да, обязательно, обязательно поплавайте. Просто вот топчик. Да, офигенно. Друзья, ну, а на сегодня наши активности не закончились. И мы приехали на водопады Кавасан. Это место интересно тем, что здесь можно совместно с инструктором, совместно с вашим гидом пройти все участки. Здесь будет такая, наверное, часть нашего путешествия экстремальная. Попрыгаем, поплаваем. В общем, будем спускаться и доверимся полностью нашему гиду. Ну, что, учим на каньоне. Мама нам говорила, везите себя хорошо и не рискуйте. Конечно, мам, мы не будем спускаться. Вот я был сразу на водопад. Сама дорога на водопад уже экстремальная. Вот так вот экстремально едем в краем на байке. Но вида очень красивая. Я думаю, что каньоне будет еще круче. Друзья, ну что, за какие-то 10 минут мы снизу на байке втроем собрались наверх, откуда мы будем совершать наш спуск. Это наш гид. У нас сегодня приватный тур. Причем по стоимости группового. Это очень круто. Стоит полторы тысячи песен с человека. Когда приедете, вас вот здесь вот запишут. Соответственно, вы распишетесь в какой-то ведомости и начнете этот спуск. Есть зиплайн наверху. При желании вы можете спуститься. Вот ребята, вон там, не знаю, видно, не видно, летят. А стартует он вот с той точки, вот наверху. Стоимость зиплайна 600 песен с человека. Но мы зиплайн брать не будем. Почему? Потому что мы на следующем нашем острове, немного спалерну, на Бахоле, планируем более такой интересный спуск на зиплайне. Что сказать, ну что сказать. Мы такие лохи. Идем пешком по жаре 35-градусной. А могли бы вот так красиво на зиплайне лететь. Но мы почему-то не сообразили и не смехнули, что мы так быстрее на зиплайне долетим. Мы такие, ну зиплайн какой-то, ну такое себе. А сейчас вот, очень даже хороший зиплайн, красивый. А мы пешком идем. Так что думайте, думайте. Друзья, ну вчера у нас с Юлей был такой день трэша, какой-то дичи. Мы ходили по кладбищам, по петушиным боям, по очень колоритным рынкам. Сегодня у нас день экстрима. Сначала мы с утра плавали с акулами. Сейчас мы идем преодолевать препятствия на нашем каньёнинге. Так, а когда будет релакс? Ну, я думаю, релакс у нас тоже будет. Дней-то у нас достаточно много. Тем более, Филиппинское море, на наш взгляд, одно из лучших в мире. Ну что, вот ради этого мы сюда и спускались. Смотрите, какая красота. Выглядит очень фотогенично, круто. Вокруг нависшие скалы, водичка прозрачнейшая. Я уверен, она такая прям холодненькая. После нашего спуска прям чистый кайф. Тут сейчас придется много прыгать, экстремалить. Надеюсь, мы справимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, мы добрались до финиша экскурсии на водопад Кавасан. Что сказать? В первую очередь, конечно же, счастливые. Во вторую уставшие. А в третью мы очень голодные. Я порвала свои коралки, которые я, кстати, сегодня купила. Ну, в общем, представляете, да? Сколько там предстоит ходить, лазить, плыть. Делать различные трюки. И все это, кстати, снимает гид. Очень круто на камеру. Мне кажется, что он мне там всю просто память убил в телефоне. Но посмотрим, что получится. В общем, эмоций нереально много. Нереально круто. Просто как будто бы побывала на планете Аватар. Ой, лаз, в общем, рекомендую. А мы сегодня, значит, поплавали с акулами. И у нас сегодня еще была экскурсия каньонинг. И мы все, в принципе, это себе организовали сами. Просто-напросто арендовав автомобиль. Но Себу, если вы не хотите брать тачку в аренду, вы можете себе заказать такой вот экскурсионный тур два в одном. Будут включены акулы и в каньонинг. Но цена будет, честно сказать, кусачая. За одного человека порядка двух 100 баксов. Нам же все это вышло, вместе с арендой машины, наверное, 100 баксов на двоих. Ну, экономия, как вы видите, прям на лицо. Плюс-то не привязан к какой-то экскурсии. И сам себе хозяин, что для нас, для нас очень ценно. Еще одна активность. Мы сейчас едем на трицикле. Нетрудно догадаться из названия, что этот мопед на трех колесах. Мы уже на нем ездили в прошлый раз. Это, ну, такой очень забавный транспорт. Тарахнелочка такая. Но он очень колоритный, как по мне. Мы видели, что на них ездят и по пять человек. Не знаю, как там вмещаются, и больше даже. Но мы вот едем комфортно, по кайку, литерочкам. В общем, просто кайф. Кстати, этот транспорт считается одним из самых недорогих на Филиппинке. Вот он наш трицикл. Смотрите, какой красавец. Ну, собственно, принцип вот такой, да? Мопед, к нему приделана кабина. Все просто и удобно. Ребята вот работают, зарабатывают. Вот так выглядит обед после каньонинга. Клеточки, лапша, манго, кола. И, по-моему, сейчас еще принесу цыпленка. Неплохо, перекусить прям молочно даже не шло. Сегодняшнее утро мы начали с красивейшего парка под названием Серао. Здесь птицы, здесь цветы, здесь очень много разных локаций, чтобы ваш инстаграм просто взорвался. Я думаю, девушки по достоинству оценят это место, а их мужчины просто устанут их тут снимать. Цветочный парк Серао находится в 25 километрах от Себу, а добираться сюда удобнее всего на байке или на машине. Парк сделан с любовью, а посещение не займет более часа. Только имейте в виду, что в парк нужно приезжать рано утром. Вот мы приехали сюда в 7 утра и успели поснимать, пока в парке почти никого не было. Сейчас здесь под каждым кустом сидят китайцы или филиппинцы. Стоят в очереди и снимать, делать фотографии с их лицами, но такое себе. Вот, а еще вход в парк стоит 70 песо, и на руке тебе ставят вот такую милую печать в виде цветочка. Вообще, конечно, я еще расскажу, что я это место очень советую. Ну а визитной карточкой парка является рука, парящая в воздухе. Друзья, мы приехали в место, которое называется Beverly Hills. И я вам скажу так, филиппины долгое время находились под Америкой. И здесь после этого еще многое напоминает об этом. Помимо вот этого названия Beverly Hills, филиппинцы очень любят жирные, очень любят бургеры. Здесь куча макдональдсов. В названиях улиц встречаются такие слова, как авеню. Но и одно из основных, они прекрасно знают английский язык. Поэтому, когда вы будете на Филиппинах, то, я думаю, вы прочувствуете вот эту вот связь с американской культурой. И мы пока здесь отдыхаем, уже встретили, наверное, человек 5 американцев, хотя мы здесь всего лишь третий день. Для них это излюбленное место для отдыха. Здесь круглый год тепло. Здесь значительно дешевле, чем в Америке. И они здесь себя чувствуют комфортно. Вот такая вот история. Помимо дорогущих построек и зданий в Beverly Hills, вы обратите внимание на величественные китайские храмы. И это говорит о том, что китайская община привнесла немалый вклад в развитие города. В один из самых, наверное, известных таких храмов мы сейчас зайдем. Называется он Тауэс Темпл. Пойдемте посмотрим, как он выглядит внутри. В храме проводится много интересных ритуалов. Например, любой смертный может задать здесь важный вопрос и при помощи нехитрого гадания получить ответ или загадать желание. Но все ритуалы мы оставили за кадром, так как снимать внутри храма запрещено. Тауэс Темпл также, чем хорош, отсюда открывается просто потрясающий вид на Себу-Сити. На Коптере полетать мне не разрешили, чему я даже не удивлен. Здесь одни запреты. Но полюбоваться и увидеть все это своими собственными глазами у вас получится 100%. В принципе, приехать сюда можно, если вы оказались в Себу. Мне не очень понравилось, что очень много запретов. Я, как человек вольно любивый, мне такое не нравится. Но Юлька ходила на самый верх и говорит, там прям такой размах, что очень-очень круто. Поэтому заезжайте сюда. Наверное, будет интересно посмотреть, грубо говоря, другую сторону Филиппины Себу. Конечно же, на Себу едут ради природы, водопадов и акул. В самом городе надолго мы не советуем оставаться, да и вам самим вряд ли захочется. Ну а если вдруг столицу Филиппин Манилу вам удалось обойти стороной, то на жизнь городских филиппинцев можно посмотреть тут. В следующем выпуске мы отправимся на соседние острова Бахоль и Панглау. Снимем уютную виллу, увидим самых маленьких обезьян в мире, посетим несколько водопадов и визитную карточку Филиппин, шоколадные холмы. Не забывайте оставлять обратную связь в виде комментариев и лайков и подписываться на канал, чтобы следить за нашими путешествиями. Спасибо за просмотр и до новых встреч!